дворовых территорий и прочих общественных мест с 27 случаев в прошлом году до 43 в этом. В связи с этим хотелось бы дать несколько советов, а точнее напомнить наиболее простые способы предотвратить угон вашего автомобиля. Блокирующее устройство в просторечии кочерга, цепи и прочее дешево, наглядно, в том числе и для угонщиков. Практика показывает, что снятие тех или иных узлов, к примеру, крышки трамблера, на 99% гарантируют отказ угонщика от своих преступных намерений. И, наконец, если позволяет средство, установите качественные фирменные противоугонные устройства. К вашему сведению, по статистике, наиболее угоняемые марки автотранспортных средств ВАЗ и иномарки составляют более 60% от общего числа. Путем свободного доступа угоняется каждая третья машина. Подавляющее большинство угонов и краш автотранспортных средств совершается в вечернее ночное время. В пятой трезвий никогда не ездил. Трезвий вообще не ездил? Ни когда ездил. И пьяный тоже не ездил. Шофер, он вешал. Я его уволю завтра. А вы кем работаете? Я за сына иду, за детский. Нежу? Нежу, в детстве сюда. На какой кафедре? Склонительного дела. На ИТС, да? Вот в душевые дни начала гололёда. Резго возрастает. Например, в прошлом году, только за первый день гололёда, в городе зарегистрировано 7 столкновений, при которых более 10 автомобилей получили повреждения. Произошло одно ДТП, в результате которого человек получил травмы. Чтобы избежать подобных случаев, необходимо твёрдо помнить, что при езде по скользкой дороге значительно удлиняется тормозной путь. На сухом асфальте машина послушно снижает скорость, а в гололёд торможение происходит медленно. Поэтому прежде всего нужно разумно выбирать скорость движения, держать безопасную дистанцию.